шалом уважаемые с вами снова я механик и это второй выпуск посвященный восстановлению моему одному из любимых мотовосипедов риги 2 гауя 61 года и сегодня как вы видите я дома разбираю движок движок я вчера снял с рамы гаража холодно работать и плюс тут очень много мелких и по-своему редких деталей поэтому прошлогодней традиции я двигатель буду разбирать дома по поводу крышки выжима сцепления сразу хочу кажется сделать в небольшую оговорку я к сожалению не смог вчера найти в гараже ту коробку который приехал этот двигатель помню что крышка была снята у меня оказался такой пластиковый канистров которые я снял двигатель который шел с этим мопедом вот d5 там был и там оказалось вот три таких крышки одна из них d6 и 2 d5 я выбрал вроде в том с корпусом вот это более все подходило и ее забрал прикрутил сюда на мотор и у вас это все дело с собой ну а теперь да я вчера показывал это было или нет 59 год это выбито было на карбюраторе январь 59 года поэтому я решил что это 59 год ну и плюс еще я почитал форума оказывается буквы применялись ну вот такие вот табличка до 59 года там до сентября начнем потихонечку разбирать я включение включение не буду снимать на камеру не утруждать вас там промежутком буду останавливаться и производить запись так продолжим далее удалил я крышечки выжима сцепления и генератора кстати вот крышечка генератор имеет тот интересную такую выборку скорее всего это сделано бормашины чтобы что-то здесь в районе зажигания не когда человек не замыкал вот как и вчера описывался в видео у нас есть характерный излом цепи вырывала все-таки его контактная группа неподвижный контакт на латунной основе подвижный контакт тоже имеет латунную основу кулачок интересный такой взнос вроде минимальной шлифты кстати целый увидите кстати на камеру сейчас видно магнит задевает за конденсатор то есть у нас есть проблема с конденсатором а он ни капельки не закреплен ни шиша скорее всего этом была и проблема почему этот двигатель по-своему остановлен то есть видите вот я могу так вот еще раз ой 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 у нас за конденсатор что-то трет могли терять обороты ну и по-своему списать этот движок да кстати кем тоже еще посмотрел надеюсь вам видно он половинки имеют отметку m69 то есть комплектный мотор так сейчас у вас наклонил снял я зажиганец и не представилась у чудо ранее у меня все-таки был d5 он был сальником это натуральный d4 если видите стоит алюминиевая вставка скорее всего там находится будет лабиринт на уплотнение 59 год начало 59 года скорее всего более подтверждается чем проверяется мотор все-таки того вот раннего года единственно что меня смущает вот этот винт вам его не видно в кадре а вот он видите винт сливоконденсата я подозреваю что он уже новодельный и не алюминиевый сейчас не понял это шайба магнитис или да магнитис магнитис но он стальной все-таки я сейчас на магнитной тарелке проверил и так мы добрались до правой стороны и о очередное счастье для меня по-своему у меня еще не было ни разу дэшки с прямо зубым зацеплением но тут видите есть проблема скорее всего шпонки абзац пришел то есть видите да ты видно час кадры какой люфтец этот мне шум еще изначально настораживал сохранилась родная прокладочка как сказать судя по тому что тут вот есть обрыв сюда уже рука другого человека залазила как-то неаккуратно вырезана по-своему надеюсь заводская мы и отложим папочку но и продолжим дальше разборку я тебя вот кстати примечательно очень тоненькие гаечки на карбюратор по моему они подключить на 7 буду утверждать час буду пробовать и снимать в общем то я открутил карбюратор и о чудо пробковый поплавок я к сожалению могу сомневаться в том что он оригинальный судя по тому как наискось он сделан скорее всего самодельный но в духе того времени да и кстати карбюратор к 34 надеюсь вам видно то есть подсветить видите к 34 чисто без букв гаечки под ключик на 7 вот аккуратненько открутил сразу их накрутил обратно на карбюратор чтобы не потерять ну и фильтр металлический не знаю родной не родной тут даты не выбивались такими подскажут вот это вот штучка родная или нет знатоки уже скажут не январь 59 года идем дальше еще один момент пока не разобрал я вот сейчас заметил слышите еще есть один небольшой дух у нас сейчас присмотритесь очень тонкий кусочек остался от ведомого диска сцепления лета ведущий да это ведущий здесь ведущие сцепление там очень тоненький усик на грани обрыва поэтому недаром все-таки я его разбираю я для себя новую схему корицы там очень правильно ставить движок перебираем или что потом будем его запускать ну и вот все признаки вот это вот шестерни разбитой шпонкой надеюсь не на кого и посмотрим продолжаем демонтирован был винт вот такой вот родной еще заводской при помощи держателя метчиков и толстой отвертки надо конечно найти пошире отвертки для таких дел потому что вот видите немного грань забивается и в общем то я оказался прав разбит шпонка разбита шпонка на коленчатом валу просажен конус то есть все это дело скорее всего было не затянуто для и затянуто без шайбы дистанционно и то есть скорее всего конус разбит скорее всего ну как и звуку коленчатый вал все перемирю еще раз заново и вот и шпаночка выпала расскажу естественно об этом все с большой шестеренкой сцепления я пока застопорился поэтому решил скинуть цилиндр и как вы видите ездили до последнего следы от риски от износа на поршни нагар такой вот хорошенький капитальный то есть вот вот тут у нас вот так вот происходит видите да люфт значит верхней втулки конец палец он в поршни болтается тоже я надеюсь вам видно ему тоже поршню конец а вот коленчатый вал без вертикального люфта небольшой шат есть вообще минимальный шат вправо-лево то есть зазоры в пределы нормы и если сейчас сможете увидеть я постараюсь подсветить своим налобным фонариком он видите конкретно закоксованы выпускные окна вот они и на них свечу надеюсь видно камера расфокусируется но кокс видите в коксе это скорее всего связано с тем что тут идет большая камера сгорания и мало степень сжатий за это топливо плохо сгорала и теплодача была и я тут предварительно посмотрел получается поршень находится ниже находился ниже кромки выпускных окон и скорее всего за счет нагара он плохо охлаждался и вот оно небольшое разочарование все-таки у меня лабиринтное уплотнение третий вариант d4 идет алюминиевая шаба и в эту алюминиевую шабу установлен сальник небольшие следы коррозии на коленчатого вот такой вот небольшой сюрприз под магнитиком ну я уж надеялся у меня будет лабиринт но увы увы за девятом скорее всего уже шли сальники с мочеками снял я вот эту вот крышечку и в общем то перед нами встал сцепление сухари замасленные слегка сейчас подделал реально как тут дела обстоят замасленные износ относительно небольшой может даже еще походит на диску кизяк с такими тоненькими усиками работать она нормально не будет идем дальше что тут у нас вот сухарики вынимаются ну все в масле и все золотник потирал вот у нас есть и оторванные пожалуйста кусочек оторванный может срезала нагрузок сейчас буду откручивать кстати ножки столика целый вот что что а вот на том d5 который разбирал вот эти вот все ножки были разбиты даже одна выпала тут все на месте и без малейшего люфта то есть добротно качественно хоть какой-то этот бонус ахахаха я вспомнил что есть старый способ осадки вала сцепления при помощи мягкоментального материала и корзинка вот звездочка вот вот она уже отдельно корзинка тоже вот видите краешки видно тоже отдельно и сейчас мы это все безобразие возьмем и располовиним и так я его располовинил и как вы можете сейчас видеть по прокладке вот вот этот вот оба оборванный конец прокладки то есть вот тут от замятия по вот этому видит видно дать кернению золотники еще сейчас покажу одну фишку это у нас сторона генератора получается левой стороне левому подшипнику нога человека все-таки попадал в этот мотор и него лазили вот кстати примечательно правый подшипник сейчас если на камеру сфокусируется видно да ну не грамма не люфтит вообще будет еще бегать вот закрытый тоже подшипник ему он слышит звук да ему скорее всего тоже уже торба пришла подойдем небольшие итоги по мотору цилиндра оказался до 5 то есть есть характерные там черты тут что-то не такое вот вырезы и отливка вроде не такая за позже изучу этот вопрос и в отдельном видео все это опишу цилиндр в относительно плохом состоянии сейчас удастся показать на камеру там есть задиры от перегрева видите коксовые отложения и закоксованы выхлоп то есть движок толком так скинулся в кучу и все как я понимаю коленчатый вал вот это скорее всего одна из немногих деталей в этом двигателе которая была новая или либо же от реставрином коленчатый вал скорее всего вот до 4 возможно до 5 я в этом до конца не разбираюсь и блины тут на винтах прикручены к щекам балансировочные блины то есть винты видно закернено коленчатый вал перебирался вот сейчас в кадре видите риски есть центровочные риски то есть когда собирают чтобы коленчатый вал сошелся делают такие риски имеет коленчатый вал небольшой дефект один из блинов имеет характерное замятие вот она видите замятия то есть ровняли чина няли я не вкус подшипники битые день неправильный и проблема с верхней головкой шатуна стулкой она тут проворачивается вещи попытаюсь показать вам я проворачивал видно отверстие смазочное раз отверстие пропал то есть только проворачивать либо она посажена была без натяга либо было масляное голодание шею провернул скорее всего без натяга то есть это все дело было скидано в кучу моторы давили коксу перегрели вылечу чё потому что тут есть такие вот капитальные риски от задиров надеюсь вам видно и все это благополучно сгорело хотя коленчатый вал живой при том кстати у него нету вот характерных прорезей для смазки очень странно интересно как он должен смазываться пол это интересная вещь как он смазываться будет толком то очень интересно ну вот такой вот итог по мотору подшипники все в мусорку спасибо всем за внимание до скорых встреч в следующей серии всем пока